Девушки отдыхают 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 Ты что далеко убегаешь? Не убегай далеко. Не убегай, малыш. Слышишь меня? У нас проблема дома. Вечером с Сымкой пойти погулять. Он боится очень выстрелов. Уже второй год. Не знаем, что произошло. Боится вот этих всех петард. Просто выталкиваем на улицу его. Отказывается вообще эти вечерами. Утром, днём-то ещё ему не страшно как-то. А вечером всё просто силком, либо с куском колбасы выманиваешь его. Он быстро-быстро, буквально за несколько минут все свои дела делает. Бегом домой. Надеемся, что всё-таки перестанут стрелять петарды эти. Хоть у собаки, она прям стресс капитальный. Сейчас фотографирую вот эти все травки. Ой, какая всё-таки природа красивая штука. Как разукрашивает. Человек так не сделает никогда. Такую красоту. Кого-то учуял. Ты кого-то учуял опять? Зверья полно у нас тут. Полно зверья в полях. Иди сюда, Сём. Сёмушка. Ага, сейчас скажи. Ещё дурака за 4 соль, да. Видите, какая дымка. Видно, нет? Вон заводы наши. Особенно, когда мороз, вот сильно видно прям. Вот эту дымку над городом стоит. Ой, ужас, какой чёрт дышим. Господи, боже мой. Бежишь, да, бежишь. Беги скорее. Иди сюда. Сём. Вот что-то у меня рот начал замерзать. Сейчас буду говорить, как это коряво. Сём. Вот кому не холодно, только Семочке. На, снегу спит. Всё хорошо у него. Мы уже далеко ушли. Сём, иди сюда. Отбежит вот так вот. На это примерно такое расстояние. Посмотрит. Поскачет, поскачет. Замануху устроит. Подгоняет меня. Давай, мол, бегом. Чё так медленно телепаешься? Торопыжная собака. Всё понимает. Сегодня вот стали даже собираться. Я пока дома убралась. Пока всё помыла. Собираться начали. Ну, в принципе, особых даже признаков-то не было обычно. Сумки складываем. А тут просто сел около двери. И всё сидит. Я говорю, ну вообще, ничего не скроешь. Просто даже разговаривали. Не говорили, чтобы в деревню поедем. Там или ещё что-то. Всё чувствует. Насколько всё-таки собаки чувствительные. И знаете, никогда не любила собак. Не то, чтобы не любила. У нас их просто не было. Один был случай, когда я ещё была подростком. С мамой был опыт. Мама привезла домой собаку. Но собака была неудачно. Отдали её. Она дома грызла у нас всё. И, в принципе, у нас всегда были дома кошки. Вот, коты. Ну, я как бы их... Ну, не то, чтобы не люблю. Очень спокойно к ним. Ну, бегает и бегает как-то. У нас единственная кошка была. Люська. Очень любимая. Вообще замечательная. Катенька, когда маленькая была. Ох, она драла её. Её просто прям аж клочья летели с кошки. Ни разу не поцарапала. Никогда когти не выпустила. Но она у нас, мы называем её лётчицей. В очередной раз упала с 4 этажа. Не потерялась. Такая отважная была кошка. Вот и всё. А потом вот на 18 лет муж меня уговорил Катюше на 18 лет подарить собаку. Выбрали они вот это вот маленькое, скажем, чудовище. Вот этого маленького хорька. Привезли его. Ну, заводчика, когда пришли посмотреть, только-только они родились. Он был вообще с хомячка. Масенький-масенький был прям. Катюшка сразу его выбрала. Говорит, всё, это, говорит, моя собака. Вот. Ошейничек сразу привязали на него. И всё. И потом в полтора месяца мы приехали. Вот и забрали. Ну, тоже, конечно, он нам подрал немножко квартиру. Ну, как-то не особо сильно. Мы, собственно говоря, по сравнению с тем, что у людей там... Грызут мебель. И всё на свете. У нас как-то всё спокойно было. Слава богу, мебель не трогал. Вот. И вот потом мы нашли... Точнее, я нашла, шла с работы. Нашла лакушку. Ну, это я так назвала его лаки. Потерялся пёсик. И я домой привела его. Ну, вот. Потом пришлось отдать хозяям. Хозяйка нашлась. И вот я тогда, когда домой привела этого лакушку, это была смесь... Так. Пуделя и Спаниеля. Такой маленький, милый пёсик. И, собственно говоря... Телефон садится. Вот. И это... Настолько ласковый и добрый собакин. Сначала я хотела его отдать в руки, потому что у нас Сэмушка как раз был. Где-то год ему был. Вот. И представляете, звонит телефон. Мужчина хотел забрать его. Я, говорит, охотник заберу. А лакушка сидел рядом. Он подбежал ко мне. Запрыгнул ко мне на колени. Мол, не отдавай меня. Я расплакалась и оставила его.